Ребята, всем огромный-огромный привет! Сегодня будет новое влоговое видео. Мы будем работать в саду, кое-что делать. Хотим подыскать какую-нибудь мебель тоже садовую. Съездим, наверное, в Хофф, Леруа, посмотрим. Ну, может быть, что-то приготовим. В общем, так понемножечку всего, думаю и надеюсь, по крайней мере, на то, что вам будет интересно. Поэтому оставайтесь на связи. Мирошка там бегает, орёт. Озеро чистит. А я занимаюсь с Денисом вот этим местечком, помните, про которое я говорила, что мы хотим сюда постелить вот этот вот газон. Подрезаю можжевельник. Можжевельники могут проботить весь мир, если их не усмирять. И вот уже столько нарезала, и вон ещё. Руки опять же все вообще покоцало. Кстати, это тоже такой хорошенький антистресс. Так что вот, сейчас ещё немножко, наверное, здесь вот подрежу. Чтобы вот так вот прошло по ширине. Потом будем стелить специальную ткань, которая не пропускает сырняк. И уже потом вот эту штучку постелим. И хотим также приобрести сюда какой-нибудь небольшой наборчик со столиком и со стульчиками или с креслами. А батут, скорее всего, уберём либо сюда, либо туда куда-нибудь. А запах, кстати говоря, какой приятный. Это вообще... Туи, кстати, тоже любят подстригаться и хорошо к этому относятся. Вот, например, вот здесь туи была вот такая. Но что-то с ней произошло. Она вся пожелтела в один миг весной. И мы её прям почти что под корень обрезали. Она уже пошла вверх. То есть ждать нечего. Если пожелтела туя, то вероятность очень-очень мала, что она станет зелёная. Та часть, которая жёлтая. Вот, поэтому лучше сразу чик-чик. Опять же, вот у нас очень-очень часто вон те туи подгорали. Тоже мы их отрезали, всегда подрезали. А в этом году вот этот, ну хотя чего уж там я плююсь, уже больше ничего не будет. Самое опасное это март, март-апрель, когда солнце только-только такое становится активное. И пробовали мы их укрывать, но что-то всё равно ничего не помогло. И вот, видимо, они уже всё просто достигли такой высоты. И достаточно долго они уже здесь растут, уже прижились и больше не реагируют на солнце. Вот это, кстати, тоже. Вот это мы тоже подрубали. Она была вот такая же, как вот эта. Мы ей тоже отстригали верхушку. Вот эта тучка тоже неплохо всё чувствуется в этом году, тоже не подгорела. Так, уже разделили здесь вот этот вот материал специальный, который не даёт расти растения. И сейчас будем стелить сам газон. Такая хорошая идея для тех, кто не хочет возиться с натуральным газоном, потому что это достаточно трудоёмкий процесс. Посадка, уход, стрижка, поливка и так далее. А это раз разложу и готово. Так, мы приехали в хофф посмотреть мебель. И ещё что-нибудь. Всё в масках. Мирож, посмотри на меня, Мирож. Ты классный такой. Так, первый обращик со скидкой 12%. Два стульчика и диванчик. Вот это как раз, видишь, без ножек, да? Такой не будет проваливать. Какая качеля? Нормально? Садись. Что там, Мирож? Нормальная качеля? Сидим, отдохнём. Двадцать. Такой ещё брянчик. Классная, кстати, да. Её ветром только не снесёт нашим. У нас такие ветра сильные. Так, здесь стоит рублей. Вот, Денис, ты столик хорошенький. Но тут цена, да, сразу? Та-та-та-та-та-та-та. Разброс цен огромный. А, ну... Это что, стол только один стоит? Тридцать две. Они какие другие, да, немножко качалка у них сверху? Пошли, Мирож, покачаемся. Он, качелька. Парни тут всё опробовали, всё испробовали. Чё, удобно, Багдаш? Больше понравилось тебе. Там, где кресло-качалка, да? Такой столик интересный. Там, мам, а мне... Мам, а мне лазерок тоже там, потому что там столик теклянный. Ясненько. О, мам, здесь вот здесь у нас. Классно, да, мам? Да, здесь вот здесь у нас. Денис, смотри, вот эти удобненькие. Угощение сюда ставишь, и каждый подкручивает то, что ему нужно. Удобно. А ещё можно играть в что, где, когда. Смотрите, какие органайзеры дорогущие. Почти то же самое всё можно купить в Фикс Прайс за 99 рублей. Смотрите, какая красивая раскраска у ковра. Вообще, супер. Правила нашего папы. Но мы уже их знаем все наизусть, поэтому нам нельзя табличку покупать. Правда, в багаж? Такой красивый свет вот эти вот зеркала с лампочками даёт. Девчачий уголочек такой. Мне вот такой бы очень нравится. Я сижу здесь. Да, сижу, шьёй, точно. И здесь вот у тебя разлюблено, в общем-то. Смотри, что ли. Какие классные пуфы. Супер. О, какой он такой. Да. Какая же гемота. Очень классные, мне нравятся. Особенно вот этот вот гламурный. Такие вот яйца, как у нас. Разные-разные, побольше и поменьше. И разные лежачки тоже есть. Ещё заехали в Леонардо. Мне нужно для Серёжи купить швензу. Такой большой стенд Мулине. И я обратила внимание, что вот гамма хорошенькие. А вот этот, какая-то другая фирма. Смотрите, он какой. Такой пушистый очень. Мне такой не очень нравится. О, здесь, смотрите, даже канитель появилась. Мягкая. Раньше не было. Ну, хоть что-то. Небольшую покупочку совершила в магазине Резёрфт. К сожалению, не для себя. Я больше всего люблю, конечно, себе что-то заказывать. Заказала Богдашке, потому что у него просто штаны летят. Я не знаю, как что. Рвутся на одной и той же коле. Что там происходит? Я, кстати, ни разу не заказывала в Резёрфт. Такая у них коробочка, как в Зайрон подобие. А, я же себе тоже что-то всё-таки взяла. Но это, знаете, чтобы приятно было ожидать посылку. Вот. А вообще я заказывала сыну джинсы. И вот такие... О, классненькие, кстати. Кстати, классненькие очень даже штанишки. Потому что у него все штаны рвутся на одной коленке. Ощущение, что это не коленка, а просто какой-то ножик у него там вставлен. Я не знаю, почему так происходит. Ой, смотрите, какие. Прям очень даже классненькие. Цены в Резёрфт, в принципе, такие же, как и везде. Ни дешевле, ни дороже. Но вот мне порекомендовали девчонки, подружки. Сказали, что они хорошо носятся. Ну, посмотрим. Тут вот, смотрите, ещё на коленочках. Ага. Как будто бы специально для нас такой уплотнитель. Чтобы не сразу порвалось. Чтобы немножко поносилось. Супер. Нравится мне. И смотрим такие вот джинсики. 134 размер. Надеюсь, что ему не будут они малы. Классные тоже. Очень даже и цвет такой серый, дымчатый. Очень приятный. Мне нравится, чтобы на завязочках было, а не на пуговицах. Качество хорошее на первый взгляд. Сейчас померяем. Самое главное, чтобы не малы были. Дефилируйте, пожалуйста. Ну, классно. Прям супер. Смотрится очень так. Отлично. Ты думаешь, что модели так показывают вещи? Они красиво ходят. Вот, вот. Уже ближе. Вот. Другое дело. А это вот футболочка для меня. Заказывала ее не просто так, на самом деле. Она хлопковая. Из кулирочки сделанная. У меня точно такая же, ну, похожая. В Заре я брала. Она у меня прохудилась. Вот. На замену взяла. Потому что полоска всегда очень-очень актуальна. И всегда, да, здорово смотрится. И в Леонардо я, на самом деле, заходила за определенными товарами. Это мне нужны были вот такие швензы для сережек. Купила в темном, в светлом серебре. Золотые тоже. Будем делать сережки. И еще смотрите, что собрала в одном цвете фиолетовом. В таком, блин, от сумки. Мулинышка взяла в двух цветах. Бусики вот такие от Златка. Я уже не первый раз покупаю. Фиолетовые. Далее. Тохо. Вот такой. Он сейчас, плохо его видно, но он интересно, очень переливается. Разными цветами. Ну, эта сумка испачкала. А, еще купила вот такие швензы. Златка. Вот такой стеклярус. У меня уже такой есть. Голубой и синий. Тоже я, кстати, использовала их брошки. И вот такой фиолетовый взяла. Он неплохо смотрится. Так, и что еще? Нет, это я уже показывала. Подожди, что, больше ничего не взяла, что ли? Это я показывала. Блин, что-то у меня какой-то маленький улов. В общем, вот, будем делать что-нибудь. И что мы на самом деле купили в кофе? Поехали за мебелью, но ограничились просто тазиками. Ой, не могу. Ну, так часто. Бывает, на самом деле, мы просто присмотрелись. Взяли вот такой вот буклет. Хофский, садовая мебель. Здесь вся представлена, которая у них есть. Единственное, здесь цены все без скидок. А в магазине все-таки скидочки кое на что есть. А вообще, знаете, такой интересный разброс цен. Например, вот самое дешевое, вот что-то такое. Ну, вот такая цена есть. И дальше пошло просто геометрическая какая-то прогрессия. Пошло-пошло. Пошло-поехало. Да, Багдаш, нам какая мебель понравилась там больше всего? Которая кресло-качалка, да? Она где-то примерно вот в такой ценовой категории. Ну, на самом деле, мы не будем сильно тратить. Вот это вот, да? Короче, Багдашке губа вообще не дура. И еще некоторым понравилась, видите, у нас это вот зеленая качалка. А, ну да-да-да, но она-то в конце уже идет. Вот. Но мы не будем ничего такого сильно дорогого покупать. Ограничимся. Кстати, беседочки тоже понравились нам, да? Ограничимся каким-то простым вариантом. Просто еще походим, посмотрим. Еще съездим в Костораму посмотреть, там, для Руашку. С Верем сравним цены. Так, ну где-где-где? Вот она. Мы там все полежали вместе с семьей. Ну, удобненькая такая, да, штучка. Вот такую нам купили. Вот такая Мирошке понравилась. Ну, купили на самом деле. Купили два вот таких корыца. Обновить старый, потому что я делаю запеканку. Она уже там такая плохенькая. А эту муж купил для себя, для запекания чего-то там на костре. Или еще для наших любимых кексиков, да, Багдаш? Угу. Новенькую форму, потому что... Скоро будем делать. Да, предыдущая совсем вышла из строя. Вот такой доск тоже. Обновить немножечко наш досочный ассортимент. Ну, в принципе, все. Прям совсем у нас такие скромненькие были покупки. Из еды сегодня будет... Та-да-дан! Пицца! Поставила я тесто дрожжевое в теплое местечко. Оно поднялось. Должно получиться много. Хотя бы две штучки, как минимум. Тесто я сделала, как обычно. Самое-самое простое, дрожжевое. Без кефира, без яиц, без всего. Прямо самое элементарное. Оно уже корочка немножко покрылась. Буду сверху делать соус из томатного кетчупа. Немножко майонезика. Чуть-чуть чесночка. И побольше положу колбаски. Специально купила вот такую вот разную. Мальчишкам нравится, чтобы была колбаска. Еще, может быть, добавлю натюшачьи сосиски у меня есть. И потру наверх сырок. Это такой нормальный и хороший вариант, который всегда детям заходит. Я сейчас вспомнила еще об одном варианте, который предлагала девушка-блогер Ося. Может быть, да я даже уверена, что вы про нее слышали. С соусом бешамель. Белый соус какой-то. Она говорила, что уж очень он вкусный. А также с использованием тунца. Тунец есть. И, в общем-то, для соуса тоже все есть. Поэтому давайте попробуем вместе затестить этот рецепт. Насколько он хорош. Что это за соус. Честно говоря, ни разу не делала. Мне понадобится 50 грамм сливочного масла. Сейчас я его буду растапливать на огне. На медленном. И сюда же добавляю оливковое масло. Если честно, я и соусы, понятия вообще несовместимые. Не умею я их делать. Но соус, на самом деле, я это прекрасно понимаю. Это не какое-то там дополнение к блюду. Иногда соус и является, и делает само блюдо. То есть, недооценивать его, конечно, не стоит. Но, в общем-то, вот попробуем. Нужно же когда-то с чего-то начинать. Все, добавляю не оливковое, а растительное масло. Добавляю 2 столовые ложки муки. Добавляю молоко. Жду закипания. Когда закипит, соус начнет, должен, по крайней мере, густеть. Посмотрим. И по рецепту нужен мускатный орех. Сейчас будем искать. Мне кажется, что где-то, когда-то я видела его. Есть, кажется, все. И тмин, и кунжут, и куркума, и имбирь, и майоран, базиликом из розмарина. Ой, а вот тмина нету. Попробуем без него. Короче, если у меня получится невкусное, это значит, что нужен был, видимо, тмин обязательно. Но за то, что есть орегано. Орегано тоже в пиццу всегда хорошо подходит. Колобок, колобок, я тебя съем. Раскатываю тесто. Такое оно, конечно, очень упругое, но поддается раскатке нормально. Ну, в общем-то, получилось неплохо, достаточно кругленькая она. Тут даже не хватило немножко местечка. Сейчас буду добавлять соус. Вот такой он получился. И пахнет почему-то грибами. Не знаю почему. Грибов здесь не было отродясь. Сейчас попробую сначала. Неплохо. Но мускатного ореха я вам не хватаю. Добавляю оливки. Но я подумала, что здесь слишком мало начинки. И добавлю еще колбаску. Мне кажется, что колбаска никогда не испортит ничего. И сверху добавляю сырок. Так, ну что, готова пицца первая. Выглядит аппетитненько, на мой взгляд. Сейчас буду резать. Жду мужа. Что-то никак не придет. Запах обалденный. И, кстати, мне очень понравился этот соус. Он, правда, очень вкусный. Даже в какое-то другое блюдо его применить. Так, Денис, ну прости, я уже попробую. Бей с тебя. Мне тут помощник подошел. Сразу стало повеселее. И дело побыстрее пошло. Да? Я тоже так делала, если честно. Чтобы добавить русского колорита, я сюда порезала еще индюшачьи сосисочки. Ну, потому что дети нравятся. Чем больше чего-нибудь такого мясного, тем лучше. И сырок тоже российский. Без пармезана. Такой более бюджетный вариант. Первую мы съели просто вообще за обе щеки с мужем. Очень-очень она была вкусная. И соус этот башамель просто превосходный для именно сочетания с тунцом. Прям отличный вообще вариант. Но я думаю, что это тоже будет не хуже. Ну и орегано. Обязательно очень хорошо заходит для пиццы. Прям отлично. Ну и вернемся к тому, с чего начали. Насчет этой площадочки нашей, да. Я вот сюда еще положила камушки. Вот сюда тоже немножко клетника положила. Классная получилась площадка. Очень, кстати, удобная на самом деле для тех, кто не хочет заморачиваться с натуральным газоном. Смотрится здорово, мягенький на ощупь. Детки здесь бегают. Мы иногда раскладываем здесь одеялку, что-то пикник устраиваем. В общем-то, пока что нас вот в таком все виде остается. И все-таки мы надеемся прикупить. Вот, может быть, будут скидки какие-то. Вот так. Все у нас поднялось за лето. Все классно подросло. Ребята, огромное спасибо вам за внимание. Если понравился этот влог, то, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»